Слово предоставляется герою социалистического труда, вице-президенту Академии художеств, лариату Ленинских и Государственных премий, автору этого самого памятника, у подножия которого мы отмечаем сегодня День Победы, Льву Ефимовичу Кельмелю. Нет лучшей радости художнику, чем радость ежегодно встречаться у своих памятников, которые сделаны как вечная память нашим героям войны и труда. И, конечно, все мои коллеги отмечают, что это самый лучший из всех памятников, потому что тут уже сказали, что вложена душа. Тут действительно вложена душа. Я сам фронтовик на Северном флоте всю войну пробовал, потом по приказу Жукова поставил в Берлине у Бранденбургских ворот первый памятник героям штурма Берлина в 1945 году, в ноябре месяца. И на Зиеловских высотах, где штурмовали Берлин, где были крупные танковые бои. Много памятников Ярославлю, Малый Ярославль, а все в победе, все в победе, все в победе. Я хочу отметить медиков, которые помогали за, и особенно студенты медицинского института, которые своими грошами помогли мне сделать этот памятник. Я не брал денег за авторскую работу, но для того, чтобы достать гранит и вырубить из гранита, достать мастеров, студенты и профессора своим вкладом, в общем, это памятник действительно медицинский, всенародный, и к этому памятнику очень много идут. Я хочу особенно поблагодарить академика Петровского, который тогда был министром. Он открывал этот памятник. Я хочу отметить многих Иковановых. Кстати, Сеченов мой тоже у вас в 1958 году был поставлен. И вот Кузин Михаил Ильич, если я не забыл, правильно называю? Выйдите на переднюю. Он был инициатором вообще сбора этих средств, и он меня вот так вот шевелил, чтобы я этим делом занимался. Спасибо вам, дорогие друзья, не только фронтовики, а тех, кто понимает и уважает фронтовиков, потому что именно они сделали вашу жизнь, ну, более-менее счастливой, потому что я думаю, что дальше будет лучше. Спасибо вам. Будьте счастливы. Спасибо. 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 Спасибо.